здравствуйте друзья мы сегодня поговорим на тему которая частенько так меня занимает я смотрю наблюдаю за разными вещами в жизни в частности вот иммиграцию и я хотел поговорить о том что отличает иммиграцию сегодняшнюю или скажем так последних лет от той иммиграции которая была раньше раньше человек иммигрировал куда-то в поисках ну иногда какой-то безопасности там если его преследовали при лиги например или он иммигрировал в поисках какого-то экономического что ли улучшения своей ситуации из таких мест где скажем у крестьянина нет земли там рабочего нет работы ну еще что такое экономической иммиграции и соединенные штаты как страна сформировались в силу того что вот были иммигранты политические были иммигранты такие идейные были иммигранты трудовые рабочие и вот как вот в таком вот и перемесе замесе образовалась вот эта страна конечно есть еще и иммигранты по неволе да вот скажем как афроамериканцы например есть иммигранты насильственные но вот например как оказавшиеся иммигрантами на своей собственной земле американские индейцы но их так мало что как бы признавая что они есть тем не менее как-то не не входит в рассмотрение вот и так дальше вот эмиграция была здоровой в том смысле что никто не ехал в эмиграцию пожить за чужой счет люди ехали в эмиграцию за возможностями жить и трудиться и чтобы никто тебе не мешал вот это собственно и создала америку такой какая она есть в какой-то момент человечество либеральное такое как бы западная она становится все более и более либеральным вот скажем а те которые нынче консервативные скажем 50 лет назад выглядели бы как из исключительно какие-то неугомонные либералы но так сказать сдвигаются границы так вот человечество с его либерализации так сказать и жирком который появляется пришло к такой помощи что ли ближнему в виде вэлфера ну вэлфер как некоторое обобщенное такое содержание за чужой счет и я не говорю человечество пришло к иммиграции на вэлфер я сказал в широком смысле до помощи ближнему например это не обязательно иммигранты вот допустим афроамериканцы в какой-то момент им решили помочь и сделали систему вэлфера это было в те же самые дни можно сказать когда была такая мощная либерализация сделали медикер здравоохранение для пожилых людей по возрасту сделали в это же время иммиграционную реформу одни и те же люди все это сделали иммиграционную реформу которая фактически создала возможность для того чтобы страну могли приезжать люди из азии из других стран нетрадиционных так сказать для америки и так далее вот как бы нынешняя америка она в тот момент зародилась вот сегодняшняя америка и вот в это же время родился вэлфер и на этот вэлфер подсадили как на иглу наркотическую многих американцев вот скажем афроамериканцев они были гораздо более здоровым сообществом где все люди работали сейчас уже там есть в третьем в третьем поколении такие что не работают никогда никто не работал все были на вэлфере и довольно много и латинос на на вэлфере это как бы местные а теперь еще раз появилась иммиграция на волсе я иногда смотрю вот на иммигрантов есть беженские такие мигранты беженская волна то есть как бы люди оторваны вот они приехали они потеряны у них не багажа не денег ничего нет ни не языка нет ну как-то общество их там еще поддерживает это как бы прямой кандидат на вэлфер ную иммиграцию но когда мы смотрим вот скажем на иммиграцию из стран бывшего ссср а я наблюдаю это все довольно давно во всех волнах этой иммиграции я видел людей по рабочей визе которые хотели какой-то защиты я видел людей которые там через брак и по там по студенческим каким угодно вот они там потом работу получали и по лотереи green card невероятно количество людей они приезжают а ментальность у них беженская то есть они не приезжают осваивать новую территорию они приезжают с вопросом а что мне можно получить на халяву а что если со мной случится где у меня бесплатная медицина а где у меня гарантии этого гарантии того гарантии сего они не ищут возможности сорваться и где-то состояться они ищут возможность за чужой счет и вот этой вэлферная ментальность она совершенно не зависит от того по какой конкретно визовой программе человек приехал это может быть и по рабочей визе я видел таких я не нет нет балды говорю это может быть по green card лотереи чудовищный процент людей приезжающих по green card лотереи это люди которые хотели бы оказаться на вэлфере как бы и они ищут все время возможность поиметь с бенетитом они поэтому многие и ненавидят эту страну потому что им не додали они-то сюда ехали чтобы получить побольше за чужой счет а им не додали поэтому и страна плохая то есть когда ты строишь эту страну когда ты строишь свою жизнь ты радуешься возможности строить свою жизнь тебе никто не мешает но не им не эта возможность нужна тем кому нужна эта возможность те довольны а те кто ищет возможности сесть кому-то на на шею и им как-то не перепадает достаточно даже те кто черпает таким знаете уже черпаком что там я не знаю даже они недовольны потому что им хочется больше черпак завести им им еще больше должны чем больше им дали тем больше им не додали и так далее такой бесконечный такой путь мы Мы возвращаемся к эмиграции, к сегодняшней, и вот это вот, знаете, даже беженская эмиграция, когда, казалось бы, ну да, конечно, люди приезжают, им плохо и так далее, но это же не повод не работать, это же не повод их собирать в какие-то лагеря тут на месте, только что не из палаток там, а, допустим, из домов или из квартир, и где-то собирать их в одном месте, чтобы в этом месте уже никто больше жить не мог, чтобы они устроили там свое Сомали, свой Афганистан, свою Сирию и так далее, никто не занимается тем, чтобы беженцев интегрировать в американскую жизнь. Вот я вспоминаю относительно недалекие времена, когда началась волна, вот не та, в которую я приехал, а перед нами. Перед нами люди ехали, это было начало 70-х, вот начало середины 70-х был большой выезд, и тогда еще Велфер был в новинку, никто не знал про Велфер. И люди приезжали, так, и, значит, шли работать, причем система была такая, беженцев принимали, ну, это были беженцы еврейские, значит, соответственно, какие-то еврейские вот эти вот комьюнити, у них там разнарядка была, и они говорили, можем приять там двух человек в каком-то небольшом городке, а почему двух человек? Потому что там есть, там, скажем, один еврей, у него пекарня, он готов там человека взять, там, не знаю, хлеба переворачивать, а у другого бизнес там, скажем, я не знаю чего, по уборке помещений, он, значит, готов взять человека на пылесос. И было такое понятие общинный гарант, то есть человек не мог попасть куда-то без того, чтобы был общинный гарант. Никто никого не знал, вот он приезжает, и его туда раз по общинному гаранту. Если нет родственников, которые говорят, мы его забираем, да, то, значит, было понятие общинный гарант. Вот поэтому общинный гарант. Это не обязательно, вот скажем, в случае с беженцами из Сирии, например, или Афганистана, это не обязательно должна быть община мусульманская. Я вас умоляю, любая может быть. И мусульманская, и еврейская, и там, протестантская, какая угодно. Берем вот человека, берем семью, берем две семьи, берем три семьи, люди приезжают, через неделю, там, через, не знаю, там, три дня уже они пошли на работу, они уже социализируются, уже дети пошли в школу, они учат язык, проходит пару лет, дети уже и не помнят, там, на каком языке они раньше говорили, взрослые более-менее адаптированы, их уже, ну, реально не отличишь от местных, ну, в какой-то степени, так сказать, условно. Если их собрать в одно место, и они там окажутся в этом гетто, то мы получим такой, значит, там, сирийский Брайтон-Бич, да, или как там, Брайтон-Бич раньше, вот, лет 30-40 назад, когда там начали селиться, значит, вот, советские еврейские эмигранты, вытесняя оттуда афроамериканцев, значит, в Нью-Йорке это называлось Яшки-стрит, вот они такие Яшки-стрит, соответственно, там, свои создадут, там, по всей стране, но, скорее всего, это будет не по всей стране, а буквально в трех-четырех больших городах, и, соответственно, значит, они будут жить там, продолжать жить, не в Америке, будут жить в той ненависти, из которой они приехали, и пошло, и поехало, и там, и так далее. Сейчас в Германии, например, там, еврейская община в Германии, значит, продвигает такой проект, что вот те, кто приехал вот из этих стран, надо, чтобы у них был обязательный класс, там, по антисемитизму, например, да, чтобы они понимали, что антисемитизм это плохо, в классе их надо научить, понимаете, поэтому интегрировать надо в общество, и, конечно, Германия, когда схватила 2 миллиона человек, 2 миллиона человек крайне сложно интегрировать, это уже очень существенный, так сказать, процент от населения, тем более, когда они скучно наживут, их там где-то, их там уже 30 процентов и так далее, как их интегрировать, но в США много нету, и там брали они там 100 тысяч, брали, ну, 100 тысяч на страну с 300 миллионным населением, казалось бы, ерунда, если только ты не собираешь их в одном месте, и не устраиваешь им гетто, и дальше начинаются все эти проблемы. Поэтому, возвращаясь, так сказать, к проблеме Велфера и к проблеме того, что человеку обязаны, что его берут в эмиграцию на какой-то паёк, вместо того, чтобы давать ему возможность просто развиваться, работать, зарабатывать и так далее, я смотрю на эмиграцию легальную, и вот сейчас вот этот разговор про караван, вот идут люди, они там, понимаешь, там такие-сякие, нехорошие, хотят нелегально прийти, я сравниваю вот этих нелегальных, которые идут в Америку, чтобы работать, они хотят работать, они не идут сесть кому-то на шею, понимаете, у них мысли нет, они хотят работать, легально, нелегально, как угодно, работать люди хотят, и вообще само понятие нелегальный иммигрант относительно новое, потому что раньше любой человек вот приехал и живешь все на здоровье в США, это же относительно недавно все появилось, и вот они хотят работать, и я думаю, что вот эти люди, которые просто идут пёхом там через всю эту Мексику, там два месяца там им в ходу и так далее, и они хотят прийти и работать, они гораздо больше американцы, чем приехавшие сюда легально люди на вэлфер, с вэлферной ментальностью, с ментальностью, что им все обязаны, не способные, ну, контролировать, как бы, собственную жизнь ни на копейку, вот он сел и сидит, понимаете, там встал и стоит, есть такой анекдот, кстати, как приходит бабушка к врачу, и говорит, доктор, говорит, у меня проблема, говорит, а что за проблема, вот, говорит, сяду и сижу, 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 или вот, говорит, там лягу и лежу, 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 доктор говорит, а ты знаешь, что бабушка, ты иди, 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 и не просто иди, а иди вот, мы все знаем куда, значит, у нас сейчас вот этих сидящих, лежащих, никуда не идущих, в точку смотрящих, не способных ни к какому действию и все время в претензии, что за них никто это действие не совершил. Что это за эмиграция такая? Причем тут ее легальность? Это разрушение страны изнутри. Легальное. Легальное разрушение страны изнутри. Такое же легальное разрушение страны через легальную эмиграцию, как, например, легальная отправка на вэлфер уже нескольких поколений, скажем, афроамериканцев или там латинос и так далее, просто разрушая, разрушая семьи, разрушая их жизнь, создавая безотцовщину вот эту вот, когда там они уже, не знаю, 5 детей, все от разных родителей отцов и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта безответственность полная. Государство ответит. А ты давай вот только рожай. Ты давай только вот приходи там. И вот эта вся легальность, это абсолютно... Я не хочу сказать, что... Еще раз, я не за то, чтобы нелегально. Я... А другое хочу сказать. Я хочу сказать, что не надо фокусироваться на исключительно легальности, потому что человек может быть нелегальным и гораздо более американским и полезным для страны и во всех отношениях, чем легальным и откровенно разрушающим эту страну. Вот, собственно, и все. Вот такое у меня, так сказать, сообщение. И самое главное, я бы хотел сказать тем, кто живет, так сказать, вот в мире, где бедный, я несчастный, никто меня не любит, не жалеет, может быть, и правильно делает. Если ты сам себя не любишь и не жалеешь, и не в состоянии задницу оторвать и что-то сделать, ну, может быть, действительно, что... Зачем тебе сюда, на велфер? Ну, да. В общем, не надо себя жалеть. Не надо прикидываться больным или чокнутым и так далее. Бери и работай. Просто работай. Вот, и все тебе будет. Не сразу, не в один день. Потихонечку. Но все будет. Все делается через работу. Не через то, чтобы на халяву проскочить, а через работу. Вот такой путь простой вроде, и... И не то, чтобы вот все соглашались. Подумайте. Счастливо, ребят.